Всем привет, мои хорошие друзья! Ну и, конечно же, не другом не хворать. Не хворать особенно злостью. Любите люди друг друга и оставьте весь свой фанатизм и относитесь к жизни трезво и ко всему, что вас окружает. Ну а теперь я хочу поделиться с вами для меня потрясающим откровением, которое само в моём сознании выстроилось в цельную картину. На протяжении 20 лет, будучи верующим человеком и проповедником Евангелия, никогда я не обращал на такие вещи. А именно, в одном из недавних видео я показывал вам через Евангелие, что Иисус Христос не был иудеем, а точнее не был евреем. То есть еврей и иудей – это немного разные вещи. Можно быть евреем, но не быть иудеем. Иудей – это вероисповедание, которое основывается на Ветхом Завете. Поэтому был ли Иисус иудеем, это можно поставить под вопрос. Потому что, в принципе, он не исполнял иудейские учения, традиции и заповеди. И даже при детальном исследовании и глубоком откровении можно понять, что он вообще проповедовал другого Бога. Но это не для младенцев, так скажем, во Христе, а для людей, которые действительно в глубине своей души исследуют Писание, проводят молитвы, и у которых открыта душа, сердце и разум к пониманию многих вещей. И те знания, которые я получаю сегодня от Бога, они колоссально перевернули всю мою христианскую жизнь, перевернули моё сознание. Причём Любовь Божья настолько мне показала Библию, показала такие вещи, которые я 20 лет в ней не видел. Вот просто сознание в эту сторону не работало. Поэтому сверхъестественно, как по щелчку, знания начали просто, грубо говоря, сыпаться в моё сознание, и я получил ответы на многочисленные вопросы, которые я имел на протяжении своей служительской практики. Через меня прошло тысячи людей, через мой скайп, через социальные сети, через мой канал. Тысячам людей приходилось давать наставления, оказывать, так скажем, духовную помощь. Сотни судеб, сотни людей, тысячи различных жизненных ситуаций. И чем больше я познавал многие вещи и сталкивался с разными ситуациями, тем больше меня интересовало, что же происходит у нас на самом деле. И задавал Богу вопросы, потому что хотел помогать людям. Ну и вот, будучи неоднократно за 20 лет веры, испытывая мы Богом на проверку своей совести, пойду ли я, сохранив её до конца, или я, скажем так, буду переступать через неё, несмотря ни на что. Ну, совесть моя во мне победила. Ну, ладно, это вступление, прелюдия. Теперь пойдём к самой сути. Итак, на основании Евангелия я увидел следующее. Иисус по факту не был евреем. Он не был также иудеем. Объясняю. Когда Он разговаривал с иудеями, они говорят Ему, «Ты самарянин, и в тебе бес». Обратите внимание, что Иисус не стал опровергать то, что Он не является самарянином. То есть, Он полностью этот момент воспринял как естественное. Но Он категорически заявил, «Во Мне беса нет». Он говорил, что «Я чту Отца Моего Небесного, а вы бесчестите Меня, Моего». Он никогда не говорил, что «Я чту Вашего Отца». Никогда. Но, напротив, Он говорил, «Ваш Отец дьявол». Это потрясающие вещи и потрясающие такие маленькие нюансы, которые чёткое разграничение ставят между Ветхим и Новым Заветом. И таких ключиков и узелочков по всему Новому Завету массы. Но только их может увидеть действительно человек, который готов это увидеть. Они все это готовы увидеть, потому что в некоторых это реально ломает их веру и стереотипы, которым они были обучены, особенно в своих протестантских деноминациях. На протяжении нескольких лет я, будучи служителем Евангелия, показывал, что Ветхий Завет и Церковь Нового Завета в принципе абсолютно несовместимые понятия. Но это также не все могут увидеть. А могут увидеть только те, кто к этому готовы и созрели. И в Библии существуют такие вещи, которые не все люди могут видеть. Всё зависит от уровня богоискания, посвящённости Богу, и, конечно же, от зрелости и желания понимать. Однажды мне один человек сказал, у них пастор в церкви молился и просил, говорил, «Боже, дай мне откровения, дай мне откровения таких, которые я ещё не понимал или не знаю». Знаете, он получил ответ, к нему пришло слово следующего содержания. «Если я тебе открою всё, это разрушит всю твою веру». То есть ты это не примешь, ты это отвергнешь. И вот я, анализируя весь свой жизненный опыт, понимаю, что Бог, если бы со мной начал разговаривать так, как Он разговаривает сегодня, я бы Его отверг. Почему? Потому что я был научен и учил сам 20 лет подряд, что любая мысль, любое слово, противоречащее Библии, от лукавого дьявола, и это надо гнать. Сегодня я просто убеждён, лично для себя, что это ключевое заблуждение было лично в моей жизни. Потому что Бог, Он превыше любого написанного, потому что, как говорится, буква на бумаге всё истерпит. Да? Или бумага. Буквы можно менять, как хочешь. А вот если внутри есть совесть и связь с Богом, то можно общаться и видеть. Поэтому литературу нам могли изменять, как угодно. Официально нам говорится, что 2000 лет от Рождества Христова, но когда я на эту тему пообщался с Богом, то увидел через образы и примеры, Бог показал мне, которые существуют, я понял, что это далеко не так. Но всё это отдельная тема, и всё это собирается как кирпичики, как пазлы по частям, выстраивая определённую картину. Так вот, возвращаемся. Я дам вам ссылку на это видео, где я доказываю, что Иисус не сам по себе, а конкретно по разговору между Иисусом и между иудеями относительно Личности Иисуса. То есть Он не был иудеем, Он был самарянином, то есть Он принадлежал языческому народу. А теперь мне ещё шире это раскрылось. Смотрите. Первый факт. Обратите внимание, Иисус очень любил молиться в рощах и уединяться в рощах. Там написано, что это был обычно сад. К примеру, всем известный Гефсиманский сад. Сад — это не что иное, как роща. Он очень любил молиться в рощах, это раз. Во-вторых, Он очень любил подыматься на гору. Помните, да? Гора Елеонская или Элеонская. Эль — вообще-то это Бог. Элеон. Обратите внимание, что у нас часто слова подменяются. Вместо Эль, хотя они имеют один и тот же смысл. Эль, Ал, Ил. И в некоторых местах так звучит. Эль — это Бог, означает Бога. Поэтому Иисус, умирая на кресте, Он также говорил, «Эль мой, Эль мой, Ты не оставил меня. Боже мой, Боже мой, Ты не оставил меня». Это вам так перевели в Библии, что якобы Бог его оставил. Ничего подобного. «Эль мой, Ты не оставил меня. Никогда Отец не бросает своих детей». Но нам так перевели. Кто-то постарался. Это я тоже знание получил абсолютно сверхъестественно. И не буду всё рассказывать, всё на канале есть. Далее, смотрите, Он очень любил молиться в рощах. А рощи — это исключительно языческое поклонение. Именно язычники всегда проводили освящение в рощах. Поэтому, смотрите, Иисус не мог быть иудеем, потому что в иудаизме строго запрещалось поклонение в рощах. Читайте, изучайте Ветхий Завет. А Иисус поклонялся в рощах. Иисус любил подыматься на гору. Иисус также любил, обычно любил проповедовать и учить на природе. Например, на море из лодки. То есть Иисус проповедовал на природе и любил поклоняться, молиться, уединяться с Богом в рощах, то есть в саду. Ну, смотрите, это всё явно в Библии. То есть это ещё одни пазлы и кирпичики, выстраивающиеся, которые дают нам вот эти вот зацепки. Понять личности Иисуса. Хотя сама библейская личность Иисуса это очень такой собирательный образ. Я сейчас понимаю, почему нам в христианстве всегда запрещали изучать всевозможную литературу или какие-то другие религиозные источники. Почему? Да потому что изучая какие-то религиозные другие источники, хотя бы в плане образования, чтобы понимать, да, допустим, я как пастор, мне нужно было всегда наставлять людей. Чтобы наставлять людей, нужно иметь представление о каких-то религиях, о каких-то понятиях, о каких-то действиях. И чем больше я начинал получать знания, где-то изучая, где-то получая сверхъестественно от Бога, тем больше я начинал понимать, что, ну, Евангелие у нас, так скажем, написано не совсем просто, а является просто гигантской компиляцией, то есть составлялось на основе других древних верований. То есть в ней присутствует славянский ведизм, языческий ведизм или индийский ведизм. Собирательный образ Иисуса также основывается на астрологии, Иисус как Солнце, вокруг которого 12 апостолов, ну и много чего другого. Там очень присутствует метроизм, просто жизнь Бога Митры, метроизм — это была колоссальная религия до христианства. То есть Иисус отображает или является продолжением метроизма. Даже священники, как у нас называются сегодня, метрополиты. Понимаем, да? И поэтому личность Иисуса, она является личностью компиляционной, соборной личностью, основанной на многочисленных религиях. Но сразу поясняю, некоторые кричат, «Ты отрекся девять яров от Иисуса!» Да не отрекался я от Иисуса как такового. Зачем от Него отрекаться? По Евангелию Иисус — это прекрасная личность, хоть и компиляция. Но те знания, которые пришли ко мне, являлись также фундаментальными, сверхъестественны. Причем со мной заговорила Любовь. Любовь и настолько заговорила, настолько я попал в её присутствие, что просто у меня открылся разум. Так открылся, как я никогда не ожидал. Лично для меня Иисус — это реинкарнация, воплощение Божьей любви. А Любовь есть Мать наша. То есть моим фундаментом и основой для моего дальнейшего развития стало откровение, свидетельствующее, что у нас есть не только Бог наш, Отец Небесный, но у нас есть Мать наша Небесная. И Мать наша — это Любовь. Потому что не бывает так, чтобы был отец и сын, были дети, а не было мамы. В этом и является лично для меня недостающая часть во всех религиях или изъятая из мира понимание — это Мать. Заметьте, что у нас во всём мире женская энергетика, женское достоинство всегда унижается и ниже мужского. В Библии я вообще не говорю, что женщине отведено очень низкое положение, по сути. В Коране примерно то же самое. Если вы изучите, каким будет рай для последователей ислама и какое место в раю отведено женщине, вы увидите, что даже там женщина имеет низшую ступень. Но по факту весь баланс энергетики между мужской и женской энергией должен быть выровнен вот так, как весы. Не как-то вот так. Ни мужчина сверху, ни женщина. Вот так должно быть. Почему? Потому что это баланс энергии. Потому что Бог есть свет. Это энергия. А также Его же качество энергии — это Любовь. Поэтому я называю Бога нашим Отцом, светом, а Матерью я называю Любовь. И мы дети их. Так мне и было напрямую сказано. Вы люди созданы по нашему образу и по подобию. То есть вы мужчины и женщины. Вот и всё. Поэтому у нас есть Мать и Отец. У нас есть Родители. Мы дети. Мы им не рабы своим Родителям. Мы дети. Мы находимся здесь. Но это тоже прекрасная и отдельная тема. Продолжаю дальше. Мы заметили, Иисус очень любил поклоняться в рощах, то есть в саду. Это исключительно ведическое поклонение. В Ветхом Завете осуждалось жестоким образом. Бог Израиля вообще повелевал вырубать всевозможные рощи, которые создавались для поклонения. Если остановиться на этом на секунду, я считаю, что Бог Ветхого Завета не является Творцом. Он является просто одним из Богов. Причём конкурирующим с другими. А Творцы или Творец... Кстати, в Коране Бог всегда говорит от множественного лица. Мы. Аллах. Алла. Кстати, Алла — это одно из имён ведического Кришны. Знаете, да? Есть такой Бог Кришна. Одно из его имён — Алла. Отсюда же и Аллах. Также и Эль или Ал. Эль, Ал. Ну и так далее. У нас всё, если кругом посмотрите, в каждом имени, в любом, существует приставка Эль. Либо в начале имени, либо в конце имени. Эль означает Бог. Города есть, целые города, имеющие в себе эту приставку. Только в них слова изменяются. На Ель окончание или Ил. А по факту, если вы возьмёте как Эль, вы просто поймёте, что Эль — это Бог. Причём это имя общепринятое было ранее, до разделения на разные религиозные источники. Я считаю, было общепринятым везде. Эль Брус. Там, ну и не буду всё повторять. Имена там. Эльдар, Элья, Эльвира, Михаэль, Гавриэль, Даниэль, Элиягу или Ильяда. Элия. Ну там много. Эль, Эль, то есть это Бог. Эммануэль — это имя Иисуса Христа. То есть его родное имя не Иисус Христос. Это греческая терминология, означающая рыбу, ихтис. А если вы возьмёте саму Библию, там имя Эммануил, но опять же, это искажённый наш перевод по факту, Эммануэль. Именно через это имя я вышел на откровение Матери Любви. Эммануэль — это двойное составное имя. Эмма означает «мама» в прямом смысле. Эмма — это женское имя. А Эль — это Бог, это Свет. Поэтому через имя Эммануэль со мной заговорила Любовь Небесная. Я даже знаю, что с ней происходило. Я даже знаю слова тех людей, которые издевались над ней. И почему говорю «Она»? Потому что для меня это было воплощение Матери Любви. То есть тот, кого в Библии и в Новом Завете назвали Иисус, эта Личность, опять же говорю, создана из различных компиляций. По многочисленным исследователям все события, которые описаны в Евангелии, они растянуты также на очень гигантский срок. Допустим, во время распятия говорится, что Солнце померкло, и произошло землетрясение, и Солнце померкло. Есть труды исследователей различных. Они показывают, что на самом деле такое затмение Солнца, описанное в Евангелии, могло происходить не две тысячи лет назад, а тысячу лет назад. Так что не удивлюсь, если образ Иисуса в прямом смысле, для меня это неудивительно, компиляционное. Но для меня это есть воплощение Любви. И по этой причине, так как была распята и убита Любовь, Любовь, Любовь — это мать наша, это была женщина, это была реинкарнация женщин, женская реинкарнация для меня. Никого в это не заставляю верить. Именно по этой причине женская энергетика или женщина-мать как Божья часть была удалена из всех религий. Я считаю, неспроста, потому что если вы удаляете одну часть, оставляете отца и убираете мать, поэтому это то же самое, что вы как птица пытаетесь лететь с одним крылом. Когда в вашем внутреннем богопознании есть и отец, и мать, это как два крыла, на которых вы можете держаться, и ваш энергетический внутренний баланс за счет этого сохраняется. У вас получается сохранение энергии. И эта энергия должна быть сбалансирована внутри. Поэтому моей основой верой это является отец наш свет, которого можно назвать Эль. Это общепринято. Кстати, в славянской буквице Эль — это люди, а люди, согласно славянской древней практике, это боги. Да и во многих, даже в Библии написано, что вы боги. Ну, только маленькие. Это, в принципе, во многих религиях. Люди — это маленькие боги. Согласно славянской буквице, ас — это боги, творящие на земле. Асы, ведающие слово, знающие жизнь, суть, смысл бытия. И наше нахождение здесь в этом и заключается, в познании сути и смысла бытия. И не только бытия, но и своего нахождения, и цели, и предназначенности на этой земле. Ну, я отклоняюсь от темы. Просто большой поток мыслей у меня, информации. Возвращаемся, подведу всё-таки итог. Мы увидели, что Иисус любил поклоняться в рощах и на природе. Согласно ведической традиции, весь окружающий нас мир — это храм. Но ведь посмотрите, в действительности — это храм. Природа — это наш храм. С этим любой человек должен согласиться. А мы в этом храме, на земле нашей, в этом храме являемся священниками, несущими свет и созидающими творения. Вот почему наши предки всегда учили нас жить в гармонии с природой. Наши предки не могли быть варварами, которые уничтожали природу и истребляли животных, принося их в жертву каким-то богам. Нет. Потому что, согласно ведических традиций, во всех народах, восточных или в дохристианских, славянских народах, животных, никто не мог приносить в жертву. Потому что кровь не проливалась. Согласно ведической традиции, даже если ты воспользовался плодами деревьев, ты должен просто поблагодарить дерево за то, что оно дало тебе плод. И это не смешно, объясняю, потому что человек является богом, творящим на земле, маленьким. И если ты пользуешься дарами природы, то ты должен поблагодарить. Даже у нас, у русских, есть понятие, природа мать наша. Берегите ее, да? Природа это то, что при нашем славянском роде. Ну, не только при славянском, но и другие народы. Просто я не знаком с культурой других народов, да и со своей не очень тесно знаком, но, по крайней мере, внутренние гены, внутренняя память, которая основана на вот этой внутренней энергетике, она все равно дает о себе знать. И именно совесть, она как росточек, как зерно, пробивается наружу сквозь всякую тьму и освещает сознание. Почему? Потому что любовь, наша мать, всегда, как мать, она разговаривает с нами через совесть. А совесть — это пуповина, соединяющая нас. Поэтому, если нам обрезали пуповину, мы не можем общаться с нашим великим родом небесным. Кстати, под родом я подразумеваю не просто какого-то бога, ну, как свидетели Иеговы рисуют, Иеговы там, дедушку старого с бородой на троне, нет. Роды — это человеческий род. Кстати, у нас все связано с родом. Даже если вы возьмете науку, парадоксально, но также мне Бог показал, что наука и религия, они просто, точнее, религия в некотором смысле основывается на науке, то есть на знаниях. Если предки обладали ведами, знаниями, не только в религиозном понимании, но и в других вопросах бытия всего. Возьмите атомы и все, что существует. К примеру, водород, кислород и так далее. Опять везде род, природа, родственники, родня. Даже научные термины связаны с родом, с водородом, кислородом, электродом, электрод, знаете, есть такое. Опять электричество и род. Электричество — это гениальный образ и пример на силу Божью. В принципе, электричество — есть свет, и свет наполняет все живое, а в Библии написано, Бог есть свет, который наполняет все живое. Так все живое у нас наполняет электричество. Микроэлектричество, мысли, по всему телу нашему проистекают микроэлектрические токи. Только токи, которые в нас, отличаются от тока, которые в розетке. Также все живое полно этого света. И вот по факту религия и наука, все эти термины, они взаимосвязаны. Я считаю, что религия как раз таки и создавалась отчасти базируясь на ведизме, то есть на древних знаниях предков, которые знали, из чего состоит мир. Все элементы, которые присутствуют. Что у нас тут? Вода, воздух, огонь, да, вот и так далее. И электричество присутствует. Самый гениальный образ это электричество, это энергия. Каждый из наших живых существ, он имеет вокруг себя биополя. Электромагнитные волны, они все наполняют. Биополя. То есть ты как в коконе, вокруг тебя как кокон. Это энергетическая оболочка, которая находится также вокруг человека. И это очень интересно. Видите, как я от темы перехожу в другую тему. Но приведу пример. Около, наверное, 18 лет назад я тогда был молодым христианином, и впервые я столкнулся с таким понятием, как аура. Тогда у нас не было ни интернета, ни телефонов, ни всевозможной литературы. Библию можно было тогда достать, и мы знания, в принципе, черпали из Библии. Но я впервые столкнулся с таким понятием, как аура, о котором я узнал, правда, через несколько лет позже. Я шел по улице, будучи молодым проповедником, и на углу стоял мужчина, попросил закурить. Ну, я стал говорить ему о Боге, так как я был тогда молодым, горячим верующим. И он мне говорит, он стал от меня назад пятиться, и говорит, я тебя вижу. А я тогда ему о духе, душе, теле говорил. Я говорю, нет, ты видишь мое тело, меня не видишь. Он, нет, я вижу тебя, он мне говорит, и от меня назад уходит. Я говорю, что ты видишь? Он, говорит, я вижу вокруг тебя, говорит, вот так свет. То есть он видел ауру, арку, другими словами. А арка, мы уже говорили вот почему на древних храмах очень много арок арка называется архивольт кстати это арочное строение эти окна это архивольт то есть это высшее напряжение даже в библии мы видим что всегда те кто видели ну так скажем бога хотя вряд ли это могут быть бог это могло быть любое так скажем бог я не имею ввиду высший творец потому что даже апостол павел он не подымался до седьмого неба он только до 3 подымался что тесно связано у нас же семь небес езда павел до 3 подымался также энергетические каналы чакры которые находятся в строении человека в его энергетическом поле павел можно образно отождествить павла с 3 чакра и об этом я уже показывал да то есть выше павел тоже не подымался так вот в человеке есть вот эта аура энергетическая оболочка и она по факту есть поэтому наша цель и задача здесь повышать свои вибрации любви и света выходя на высшую связь с богом с нашим великим светом то же самое возвращаемся к роду поэтому бог роды это не просто бог какой-то дедушка с бородой роды это весь наш род род который был сотворен или так скажем проявлен из славы света недаром к примеру нас называют славяне ну это не говорит о том что другие нации или расы они не света конечно же они света несомненно вот но почему-то мы названы славяне кто нам дал это название славяне почему славяне то есть все очень интересно и все кроется в нашем русском или славянском языке очень многие секреты и ключи к пониманию истины они на поверхности они на нашем языке только нам обрезали образное мышление образное мышление она раскрывает нам и лично для меня на сегодняшний день природа является просто гениальным учителем чем потому что любовь лично меня учит через природу на примерах семьи на примерах того что я вижу в окружающем меня мире там кладезь знаний во всех образах то есть не нужна никакая к примеру религиозная литература достаточно понимать язык природы смотреть на природу смотреть на свой внутренний мир и оттуда можно черпать знания как из великого колодца мы даже сами по себе колодцы вспомните даже в евангелии говорится что у вас из чрева потекут реки воды живой так какие же воды это знание знания из вас а чтобы докопаться нужно все сорняки вот эти убирать все зомбо кодирующие программы нужно убрать и тогда из твоего чрева реки потекут твое сердце разум душа твоя совесть начнут назидаться из глубинных знаний которые вот здесь сосредоточены вот здесь в на твоем внутреннем человеке из изнутри пойду знания тогда и это феноменально я мог бы говорить об этом часами ну я постепенно делюсь конечно же этими откровениями что-то я повторяю для тех кто еще не слышал так что глядя на иисуса христа он действительно соблюдал ведическую традицию поклонение в рощах и для меня это является ключевым показателем что все-таки наша жизнь должна основываться на внутренних знаниях вспомните что говорили священники в конце подытожу почему иисус не был иудеем они прямо говорят когда нашли его будучи ребенком в храме как же ты знаешь писание нигде не учившись в иудейской традиции детям в иудаизме с детства прививают их вероисповедания то есть все они с детства изучают талмуд закон тонах и так далее иисуса там не было то есть мы тебя не знаем где откуда ты знаешь наше писание нигде не учившись даже при разговоре с иудеями он всегда говорил в законе вашем написано он не говорил в нашем то есть он не отождествлял себя с аудаизмом иисус в отличие от ветхого завета проповедовал любовь как жизнетворящую силу созидающую способную воскрешать мертвых исцелять хромых слепых и созидать людей разрушенная судьба это является основой ведических знаний любовь потому что весь мир имеет эту основу любовь во всех остальных мирах которые существуют за пределами нашего мира основа любовь и ничто другое так что суть моего знания которое я передаю вам это основа любви и света лично для меня это родители и прекрасное знание которое мне было дано просто как я не знаю как венец наверно на голову мою для меня это великое счастье понимать что есть любовь и мать я желаю каждому из вас раскрытия вашего личного родникового канала посредством которого вы можете связаться с родом небесным благодаря которому ваша внутренняя генетическая память может открываться из которой вы можете черпать знания ведь на генном уровне я имею ввиду сейчас на энергетическом не только на физиологии но на уровне вашей энергетики в карь внутри каждого из вас заложена колоссальная база данных но в том направлении в котором лично вы развиваетесь и к которому вы предназначены именно в этой жизни в этом воплощении если вам интересно я могу поделиться в одном из видео как можно прийти к раскрытию родникового канала вот здесь энергетический канал я могу поделиться личным опытом как это было у меня и к этому я шел на протяжении практически 20 лет поэтому есть определенное знание которое я думаю вам будет интересно лично из моего опыта но опять же у каждого человека свой индивидуальный путь но так или иначе мы все должны прийти к просветлению нашего сознания к раскрытию ключей знаний и пониманию во первых личной своей предназначенности что ж друзьям много обо всем понемногу рассказал надеюсь вам было интересно пишите свои комментарии ну и до следующих встреч мои хорошие с богом